Я как-то ехал в машине, ну со мной братья ехали, мы ехали с одного общения. И у нас возник один вопрос, и я пытался быть законоучителем. Ну, говорит, брат, ну в Библии написано вот так вот. А он мне говорит, ты знаешь, я сам, не надо меня учить, я сам, кого хочешь, могу научить. Эти слова так глубоко мне врезались. Я сам могу научить, кого хочешь. Слушай, братья и сестры, часто бывает, тут законоучитель стоит. Я не знаю, кто подбирал это место, но как-то я впервые его услышал, как-то сегодня. Вы знаете, вот этот стих, который мы сегодня уже цитировали, я тоже его прочитаю. Мне кажется, вы уже выучили его наизусть. Это Титул 2.11. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Один проповедник, знаменитый, хороший проповедник, приехал в один город и говорит, ну идет по городу, ему нужен был телеграф. И он искал, искал, найти не мост. Вот мальчик такой небольшой идет. Он говорит, мальчик, а ты не подскажешь мне, где здесь телеграф? А вот я не попаду тебе прямо, потом подождите направо, потом налево, и там в центре будет телеграф. Ну проповеднику этот мальчик так понравился, и у него знает, что вечером будет сегодня, там где-то в клубе у него проповедь большая. И он решил этого мальчика пригласить. Говорит, мальчик, сегодня вечером в клубе я буду проповедовать о дороге, как прийти к Иисусу. Приходи вечером, послушай. А мальчик говорит, дяденька, я не приду. Его заинтересовал ответ этого мальчика. Говорит, мальчик, а что ты не придешь? Говорит, дяденька, ты не знаешь дорогу к телеграфу, где находится телеграф? Откуда ты знаешь дорогу на небо к Иисусу? Братья и сестры, мы можем много говорить, много читать, а вот явилась благодать Божия, научающая нас. Ну, тут братья говорили, что благодать Божия – это учение Иисуса Христа. Но что-то я всегда понимал, что это Иисус, сам Иисус. Явилась благодать Божия. Но оно в контексте так идет, я не знаю. Как-то у меня так в понятиях, что явился сам Иисус. Который научает нас. Мы можем много читать, много можем знать. Но вот когда Иисус просветит сердце мое, вот тогда моя жизнь меняется. Сколько раз мы детям говорили, дети, так поступать нельзя. Так делать нельзя. Вот так вы ведете, вы неправильно ведете. Ну, где-то говорили, где-то детей наказывали. Ну, как-то оберегали их. А вот смотришь, сыну сколько раз говорил, сынок, ты читай по утрам Библию. Оно тебе в жизни пригодится. Ну, вроде папа говорит, но он и читает. А потом, смотрю, покаялся человек, сынок, и сам читает. А почему? И мне не надо уже говорить, сынок, читай Слово Господне. А потому что явилась благодать Божия научающая, которая учит. Братья и сестры, и мне кажется, в жизни вы испытывали вот эту вот благодать Божию, которая научает. А может, вы испытывали в своей жизни моменты, когда вы понимали, что вы делали что-то неправильно. Ну, может, читая Слово Господне, может, будучи на собрании, а может, Дух Святой обличал. И вы понимали, что-то делаете неправильно, что если так поступать, в Царство Небесное не попадете. И вы не знали, что делать. И вы запели к Иисусу, Иисус, освободи меня. Иисус, останови меня. Иисус, помоги мне. Я понимаю, разумом понимаю, а силы остановиться у меня нету. Иисус, помоги мне. Помоги. Братья и сестры, есть молитва, есть моление, а есть вопли. Вот когда написано, вопль их слышит. Когда вот в озапилке Иисусу сказал, Иисус, помоги. И смотришь, и жизнь твоя поменялась. Братья и сестры, явилась благодать Божия. И мы живем в этот момент, когда вот эта благодать Божия наполняет землю. Когда благодать Божия, она совсем рядом. И которая сегодня научает нас, что нам надо отвергнуть, и что необходимо, как правильно жить в этом мире. Братья и сестры, ну, у меня вот три момента поручили. Благодать Божия, научающая нас целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Как это целомудренно жить? Я вот прочитаю, что такое целомудрие. Целомудрие происходит от слова «целый», что обозначает «неповрежденный», «неиспорченный», «непочатый», «неубавленный», «целый». Целомудренные – это сохранившиеся в девственной или в брачной чистоте. Те, кто целомудренные, остаются нравственно чистыми в своих мыслях, словах и поступках. Вот, братья и сестры, вот в вопросе целомудрия – это тот вопрос, когда проходит время, и люди очень много сожалевают, что где-то поступили неправильно. Вот очень много сожалений. И как хорошо, когда вот эта благодать вот с детского возраста поселяется в сердце человека, которое сохраняет его, чтобы он не нарушил целомудрие. В одной стране решили сделать тест, или как оно называют, мышление людей, 20-летних. Взяли 10 человек, те, которые смотрели разную порнографию, разные нечистые картинки, и взяли 10 человек, которые не смотрели до 20 лет. Братья и сестры, они не смогли сделать этот эксперимент. Потому что в этой стране, в этом государстве, они не нашли таких людей, кто до 20 лет не запачкался нигде. И они знают, у нас церковь сегодня. Если мы эксперимент этот будем проводить, сможем ли мы его провести или нет. Вот и явилась благодать Божия, которая научает нас. В Священном Писании есть пример Иосифа, молодого человека, который попал в плен. Написано, Господь был с ним, и в делах его был успех, устройство было везде. И вот жена этого человека, у которого он был в плену, обратила на него взоры. И она каждый день с ним говорила, каждый день его склоняла. И наступил тот момент, когда они очень близко были вместе. И сказано, что Иосиф вырвался из рук ее и убежал. Братья и сестры, да, потом тюрьма была. Была тюрьма потом. Несправедливо его оклеветала она. Но он убежал. А я вот думаю, а если бы этот человек внутри, где-то у него были склонности к этому, ну, посмотреть что-то, пощупать что-то, остался бы он или убежал? Думаю, никогда бы не убежал. Братья и сестры, тут написано, что благодать Божия явилась, научающая нас целомудренно вести себя. Я слышал такой пример один. На работе работало два брата. И один человек, неверующий, принес нецеломудренный журнал. Говорит, на, посмотри. Он взял так от корочки до корочки, перелистал все, а потом говорит, на, это нехороший журнал. Ну, нехороший, значит, нехороший. Другой верующий приходит. Вот на, посмотри. Тот только глянул на обложку, это нехороший журнал, не буду смотреть. Вот, а ты настоящий верующий. А там удар, он все пересмотрел, пересмотрел, перелопатил, где-то задержался взглядом. А потом, это нехороший журнал. Братья и сестры, вот то, что у нас внутри. И порою мы боремся с этим. Братья и сестры, явилась благодать Божия, которая научает нас, как оставить это, как отвергнуть, чтобы мы жили спокойно в этой жизни. Чтобы эти вопросы нас совсем не беспокоили. Вот это благо... С кафедры, сколько ни говори, братья и сестры, кто бы говорил, родители, сколько будут говорить, ничего не поможет. Вот благодать явилась. Вот дать вот место благодати в сердце своем. Иисус, окажи мне милость в этом вопросе, чтобы мы целомудренно, праведно. Я так вот просмотрел словарь, что такое слово праведно, как это праведно жить. Вот праведный человек тот, кто живет строго, согласно заповедям, предписаниям какой-либо религии. То есть праведная жизнь человека, это тот, который живет строго, согласно заповедям. Человек знает заповеди, и он строго по ним живет. Братья и сестры, бывает так, мы знаем заповеди, а где-то мы поступаем неправильно. Мне очень сильно нравится пример моего папы, его уже нету, я могу рассказать. Когда-то у нас была корова. Но корова, знаете, такое животное, оно любит там, где вкусно. И бывало, его привязывают к корову эту, она пасется, пасется траву, что не съела, потоптала остальное, и ей нравилось другое место, там, где вкуснее. Нет, что-то она бывало, ну, отрывалась как-то, дергала шею, отрывалась, и шла там, где вкусно. И там, где папа привязал корову, рядом были огороды. Люди там капусту сажали, картошку сажали. И вот в один из дней эта корова оторвалась. Оторвалась, и там где-то что-то села, капусту или картошку, не знаю что. И вот хозяин пришел к этой корове, этого огорода, и он взял палку, и эту корову сильно-сильно избил. Очень сильно избил ее. И избил ее так, что папа пришел вечером, она что-то лежит, он ее взял, поднял. Ну, она встала, пошла в сарай, он попоил ее. А вот там пришел, а корова лежит мертвая. То есть, вскрыли ее, там кровотечение, все органы отбиты были. Ну, в общем-то, неприятная ситуация. А потом соседи говорят, а ты знаешь, что с твоей коровы сделалось? Ну, потому что соседи почему? Потому что, ну, там все соседи пили молоко с под этой коровы. И когда не стало молока, они говорят, а ты знаешь, что это сделал? Это вот Мурат это сделал. Это он избил эту корову. И папа говорит, ты знаешь, я вот всегда проходил мимо этого огорода, и мне так хотелось ногой камушек закинуть в этот огород. Вот просто хоть какое-то зло этому человеку сделать. Хоть как-то отомстить ему. Но только камушек увижу такой хороший на дорожке. И у меня мысль, любящий зло, любящий Господа, ненавидьте зло. И вот этот стих у меня всю жизнь, когда я ходил мимо этого огорода, уже Мурата этого нет, он уже умер. Я всегда вспоминал, как хорошо, что вот этот стих, любящий Господа, ненавидьте зло, остановил меня, сохранил меня. И я не сделал этого зла. Братья и сестры, в Библии есть примеры людей, которые праведно ходили пред Богом. Но один из примеров это Ной. О нем написано прямо так, что Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Братья и сестры, в чем заключалась праведность Ноя, в том, что он праведно делал? Я сказал, что праведный человек – это тот, который живет строго по заповедям или предписаниям какой-то религии. Это светский словарь дает такое определение. Братья и сестры, вот Ной, он знал то, что заповедовал ему Бог. Что ему надо сделать? Вот размеры вот этого корабля Ной прекрасно знал. И Ной ни на минуту, или ни на метр, ни на сантиметр, он не сделал больше, шире, короче. Написано, что Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Он не добавил ни окон, ни дверей не добавил, ничего не добавил. Вот как Господь ему сказал, так он точно сделал. Вы знаете, до Ноя дождя не было. Земля орошалась паром. А вот когда был Ной, когда Ковчег был построен, вот тогда пошел дождь. Открылись окна небесные. Вы знаете, я не знаю, вот знал ли Ной, как оно будет, как потом будет, как оно что будет. Может, он что-то недопонимал. Но то, что сказал Господь, написано в Бытие, 7.22, и сделал Ной так, как повелел ему Господь. Знаешь, не знаешь, но Господь тебе поручил. И он четко все выполнил. Братья и сестры, вот это вот учит нас благодать. Быть послушным к Слову Господнему. Может, мы говорим, а сейчас время другое. А может, сейчас что-то надо как-то расширить, наши кругозор, просторы наши. Сейчас, может, вот это надо делать, вот это надо делать. А заповедь Господня учит так. Братья и сестры, и как хорошо, когда вот эта вот благодать, которая явилась, она живет в моем сердце. И она меня научает. Вот прочитал или сказали, обратили внимание на это, надо тебе исправиться. И вот эта благодать изнутри говорит. Братья и сестры, написано, нецеломудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Что такое благочестие? Я вот ехал сюда и задал вопрос, кто там рядом со мной сидел. Ну и разные ответы. Вот слова Даля говорит так. Благочестие – истинное Богопочитание. Благоговейное признание божественных истин и исполнение их на земле. Благочестие – истинное Богопочитание. Благоговейное признание божественных истин и исполнение их на земле. То есть человек услышал библейские истины от Господа, и он благоговейнее хочет их исполнить. Он не просто услышал их и забыл, а он хочет их исполнить. Братья и сестры, я посмотрел в Библию много мест людей, которые жили благочестиво. Но Деяние 10.2, если можно открыть, оно так будет быстрее у нас читаться. Там сказано о Корнилии, что Корнилий был благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости, народу и всегда молившийся Богу. Вот Корнилий написано, что был благочестивый человек, всегда молившийся Богу. Это был язычник. Но вот у него Богопочитание было, и он вот так вот относился к Господу, и всегда много молившийся, творивший милости много. Вот Корнилий, а у него был воин. И сказано в Деянии 10.7, что у него был благочестивый воин. И когда ему надо было решить этот вопрос, ну послать за Петром, он послал вот этого благочестивого воина. То есть, знаете, как-то они подобное подобного находят, благочестивый, благочестивым идет. Вот он нашел. Еще сказано вот о Симеоне, что Симеон был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля. То есть, этот человек, в чем заключалось его благочестие? Он не просто знал, что будет избавление Израиля, а он ожидал его. То есть, он ждал. И когда он пришел по вдохновению в храм, он взял этого младенца и говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка. То есть, он дождался этого момента. Братья и сестры, вот человек, который получил заповеди от Господа, он хочет, чтобы они исполнились в его жизни. Благочестивый Анания. Помните, когда Саввел обратился к Господу, он ослеп и в Дамаске был. И вот Бог посылает Ананию. Анания, пойди к Саввелу и скажи, прозри, брат Саввел. А Анания говорит, Господи, я слышал, сколько зла он сделал народу твоему. А Господь говорит, иди, у моего есть избранный сосуд. И Анания пошел. И вот сказано в деяниях, что Анания это был муж благочестивый. Братья и сестры, вот благочестивые люди, они как-то на особом ладу у Бога. Бог как-то по-особому к ним относится. Вот мы читаем благословения, какие, притчи 3.33. Жилище благочестивых он благословляет. То есть те люди, которые знают заповеди Господни и хотят в жизни своей исполнить эти заповеди, то сказано, что жилище таковых людей Бог благословляет. Братья и сестры, ну не человек сам себя благословляет или зарабатывает, или устраивает свои пути. Бог благословляет, Он благословляет. И мы смотрим, но почему так у Него устроено? А потому что Он слышит заповеди и не бросает их за хребет, а хочет в жизни исполнить. Бог благословляет таких людей. Мы читаем 2 Петра, 2 глава, с 7 по 9 стих. Там описано Алоте, который мучился, живя в праведной душе. Братья и сестры, в нашей жизни у кого-то больше искушений. А у кого-то меньше. Почему? А потому что Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения. И как хорошо, когда в жизни моей малого искушения. А почему? Потому что Господь избавляет. А Господь избавляет, потому что я слышу заповеди и стараюсь их исполнять в своей жизни. Вы знаете, вот Иакова 1.26, там написано о людях, Иакова 1.26, которые, ну, благочестие можно подделать немножко. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. То есть человек хочет быть благочестивым. Ну, как-то подделывает свое благочестие. Я благочестивый, вроде я верующий, все у меня хорошо. Я недавно поехал посетить больных старичков, бабушку и дедушку. И я их посетил, мы с ними беседовали. А перед этим кто-то к ним ездил из наших, или молодежь, или подростки, я не знаю, кто ездил. Там помогать, что-то потом помочь. И вот они говорят, слушай, ну, они сквернословят у тебя. А так благочестивые все, все хорошо. А где-то, ну, где-то они думали, бабушка плохо слышит, а бабушка, оказывается, хорошо слышит. Братья и сестры, кто не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие. То есть человек ходит на собрание, все хорошо, но наступи ему на ногу, и оно вырвется, то, что в нем есть. Вот чуть-чуть затронь его, и все, пустое благочестие. Братья и сестры, ну, есть, вот в Осии 4, 6, 4 написано, «Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Вот благочестие, как утренний туман. Вот солнце поднялось, а тумана нет. Или роса выпала утром, солнышко пригрело, и все, и нет. Вот такое бывает благочестие. Вроде бы на собрании я благочестивый, ну, в семье еще кое-как стараюсь быть благочестивым. А на работе, ну, что есть, то есть. Братья и сестры, вот есть подделка благочестия. Вы помните, в жизни Иисуса Христа были люди, это в Луки 20 главе, 20 стих, были люди, которые хотели, ну, искусить Иисуса Христа. И там написано, они притворившись благочестивыми. Вот я прочитаю сейчас в Луки. «И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво учишь, говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет?» Вот эти люди, они притворившись благочестивыми, они подошли и говорят, «Господи, мы знаем, что ты говоришь и правильно учишь». То есть и придраться не к чему. И вроде бы вопрос неплохой, но вот они говорят, «Можно, позвонительно ли давать, подать кесарю или нет?» Ну, что ты скажешь? Вроде бы и вопрос такой, ну, нормальный вопрос. Братья и сестры, но Христос видел лукавство их. Вот эти люди притворились благочестивыми. Братья и сестры, бывает, что и христианин, когда у него не получается быть благочестивым, он притворяется. Он знает, что в этом обществе надо вести себя хорошо, ругаться нельзя или что-то такое делать нельзя. И человек притворяется. Братья и сестры, явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнув, целомудренно, правильно и благочестиво жили. Братья и сестры, Господь не хочет, чтобы у нас была какая-то поделка. Он не хочет, чтобы мы как-то вот себя держали в рамках каких-то. Это тебе нельзя, это нехорошо. Господь хочет, чтобы вот эта благодать действовала в нашей жизни, чтобы мы поступали так, как хочет Господь. Мы услышали Слово Господнее, и у нас была сила исполнить это Слово Господнее. Братья и сестры, если говорить о благочестии, то нам написано еще упражнять себя в благочестии, преуспевать в благочестии, жизнь проводить во всяком благочестии. Ну и самое такое хорошее место, последнее, это 1 Тимофею 6.6. Великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы в нашей жизни, в моей и вашей, было вот это благочестие. И этому учит благодать Божия. И Иисус Христос учит. Друзья, если, может, кто-то сегодня был на собрании и слушал, и понимает, что что-то не так, что-то не так, где-то я стараюсь из всех сил, а у меня не получается. В том или ином вопросе, или в целомудрии, или в праведной жизни, или в благочестии. Братья и сестры, явилась благодать Божия, которая научает нас. Вот воззовите к благодати, к Иисусу воззовите, скажите, Иисус, я не могу, я стараюсь со всех сил, у меня ничего не получается. Братья и сестры, кто взывал к нему, те получали ответы. Мы, когда начинали собрание, первый псалом был, пела молодежь, и там такие слова были. «О, Иисус, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете, и к ногам пронзенным пал в слезах горячих. В эту ночь прощение подарил Ты мне». Братья и сестры, вот эта благодать, вот кто увидел себя вот в страшной этой нищете, вы можете сегодня сейчас туда пройти, помолиться Иисусу, сказать, «Иисус, прости меня». Кто встретился сегодня в собрании с этой благодатью, это можно сделать сейчас. Я говорил уже, что есть у нас молитва, когда мы просто молимся, есть моление, когда у нас какая-то нужда есть, а есть вопли. Братья и сестры, если мы, может, устали от этой жизни, где-то борьба у нас идет, и борьба сильно идет, вы помните, что явилась благодать Божия, которая научает нас, как правильно жить. Возовите к Иисусу, Иисус силен помочь, для Него нет никаких невозможных вопросов. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся Ему.